80 миллионов европейцев не смогут... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 31 декабря Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине Чтобы в новогоднюю ночь оставить без электрики и отопления украинцев А получилось все наоборот Без тепла и света остались россияне За считанные часы микрорайон буквально замерз. Ведь не просто отопление не стало. Полопались трубы, канализации, радиаторы и септики, котлы. Это почти тысяча частных жилых домов. Тысяча семей. Очень тяжелая ситуация. Женщины с месячными детьми плачут. Из-за аномальных морозов в Якутске произошла авария на электроподстанции. В результате больше тысячи семей. В минус 42 по Цельсию остались без света и тепла. У меня лично двое маленьких детей трех и шести лет. Мы подключили генератор, но дома все равно холодно. У десятков домов лопнули трубы, а с председателем сутки не могли связаться. Я сейчас не могу спокойно читать отчет мэрии про быстрое реагирование. Местные жители ужасно замерзли и понесли огромные убытки. А местные власти что-либо компенсировать отказались. А такова ситуация с отоплением в Екатеринбурге. Пока в СМИ обсуждают, как мерзнет Европа, мерзнут люди и на Урале. Наш дом остыл из-за отсутствия отопления. С 1 января с 00.03 у нас есть постоянное отключение электроэнергии. На празднике было периодическое отключение. Я не могла посмотреть фильмы, согреть чайник, но было хотя бы тепло, потому что тепло включили за несколько часов. Теперь уже не смешно. Можно одевать верхнюю одежду. Государство в кавычках заботится о своих гражданах во всех регионах великой и могучей. Так вот мы лежим в палате с детьми, в которых плевмония. Что со льдом. И получается у нас молоко стояло, оно прям вот так вот. И типа у нас утеплитель-одеяло. Сильные морозы, которые пришли в новогоднюю ночь, вскрыли огромное количество проблем в российском ЖКХ. Изношенная энергосистема, сломанная автоматика, которую нечем заменить, и отсутствие специалистов, которые могут устранить проблему. Отсутствие поставок энергетического оборудования из-за санкций. Учитывая зависимость России от импортного оборудования, понятно, что это вызывает такие вот аварии, которые невозможно ничем возместить. Второе, это проблема с кадрами, которая тоже взаимосвязана уже с мобилизацией. Потому что хватает всех, кого подряд, кого хотят. И многие квалифицированные кадры, которые могли бы обслуживать в том числе энергетическую систему, они просто сейчас умирают в Украине. После вероломного нападения России на Украину Европа почти полностью отказалась от российских энергоресурсов. Также с территории РФ ушли компании, которые производят технику для систем отопления и подачи электрики. Ну а своих аналогов у Путина просто нет. Начав преступную войну в Украине, Кремль в прямом смысле начал замораживать россиян. На календаре только первая половина января. И лютые морозы еще впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова